в данном видео рассмотрим проверку текущего времени на узлах windows и linux при необходимости выполним синхронизацию проверка будет происходить через zabbix при помощи стандартного ключа zabbix который у нас проверяет системное время на узлах сети данный ключ подходит к обоим операционным системам данный ключ в официальной документации zabbix есть два варианта запроса по умолчанию это utc где у нас время идет в секундах с 1 января 1970 года и далее формате local здесь у нас отдается формате год месяц день часы минуты секунды миллисекунды и часовой пояс например плюс 3 часа 0 0 минут работа только через пассивную проверку то есть через zabbix активный агент данный ключ не работает рассмотрим работу ключа на примере узла windows для этого используем следующую команду копируем первую команду выполняем возвращаться дата формате utc далее запросим вторую команду выполняем здесь у нас выдается уже читаемый привычный нам формат в плане работы триггера будем использовать формат utc так как его удобнее сравнивать в триггере с текущим временем zabbix и временем узла сети в данном случае мы запрашивали на узле windows текущую дату аналогичным образом запрашиваться дата и для linux систем для сравнения будем использовать функцию phase time работает она у нас в секундах проверяет насколько отличается штамп времени элемента данных от времени zabbix сервера задается время в секундах далее если время у нас расходится более чем на 60 секунд мы получаем 0 если время расходится менее чем на 60 секунд мы получаем 1 описание данной функции в официальной документации zabbix переходим к шаблону шаблон у нас для операционных систем windows данные ключи также созданы в шаблоне операционных систем linux здесь у нас два элемента данных для проверки текущего времени узла сети отличие их в том что здесь запрашивается время текущего узла и далее у нас уже триггер проверяет на сколько время отличаться во втором же элементе сам элемент производит расчет далее уже непосредственно триггер у нас срабатывает или не срабатывает здесь у нас показания идут времени в триггер здесь у нас уже показания идут либо 0 то что время отличаться либо единица то что время у нас не отличаться здесь у нас как видим zabbix agent здесь у нас вычисляема данный элемент тип запроса zabbix agent единица измерения unix time интервал обновления раз в минуту группа элементов данных выбрана общая и операционная система внизу описание элемента данных предобработки в данном элементе нет второй элемент данных здесь у нас идет тип вычисляемая ключ использоваться уже с функцией далее сделана формула на 60 секунд тип информации также числовой целоположительная интервал обновления 1 минута и внизу добавлено описание элемента данных и самой функции предобработки в данном элементе также нет при работе первого элемента если здесь выставить проверку например раз 15 минут а триггер выставить на проверку всего лишь например 5 или одну минуту то расхождение времени может быть больше так как элемент опрашиваться реже а проверка в триггере стоит чаще это связано не конкретно с данным элементом это связано вообще в целом со всеми элементами данных и триггерами в zabbix то есть проверка у нас должна быть чаще чем интервал проверки триггеров либо хотя бы одно равно другому иначе правильность работы триггера у нас не гарантируется в нижнем же элементе происходит расчет прямо в элементе данных далее переходим к триггерам первый триггер идет на первый элемент данных далее отличие времени на 60 секунд если время расходится более чем на 60 секунд положительную ли отрицательную сторону у нас будет срабатывать данный триггер здесь у нас будет написано последнее значение и описание данного элемента второй триггер для второго элемента данных здесь у нас проверяться сумма 3 последних значений то есть если у нас пришло за последние три минуты если у нас проверка стоит раз в минуту все три ноля то у нас будет сумма равна нулю и данный триггер у нас сработает также можно задать вместо суммы например максимальное значение за последние три минуты если у нас за последние три минуты не было единицы а был все ноль также данный триггер у нас сработает либо можно проверять непосредственно каждую минуту задать просто здесь last и указать равно нулю далее при срабатывании триггера у нас настроено действие одно действие для корректировки на windows другое действие для корректировки на linux системах операции здесь у нас задан пользовательский скрипт выполняется он на текущем узле где сработал триггер команда на выполнение данная команда подключаться к серверу где у нас раздается синхронизация для текущего времени далее команда для применения можно использовать другие команды для настройки времени изначально в zabbix была проблема то что мы могли взять время из макроса но не могли взять текущую дату на данный момент дату мы уже можем взять из глобального макроса это было в предыдущих видео как сделать текущую дату в глобальный макрос и уже непосредственно выполнить данную команду на узле и выставиться текущая дата также если у нас не проходит данная команда с первого раза можно выставить несколько попыток для надежности выполнения но если не отработало тогда уже нужно зайти на узел и посмотреть почему данная команда не отрабатывает данное действие используется достаточно давно редко где-то данная команда не отрабатывает в основном время сразу корректироваться на правильное и данный триггер у нас пропадает рассмотрим на примере как работает данные элементы данных и триггер далее как выполняется действие и какие проблемы могут возникнуть если у нас неправильно установлено время на удаленном узле либо она сбилась либо она просто разошлось вперед или на отставание что произойдет в данном случае переходим к тестированию подключили данный шаблон тестовому узлу данные два элемента у нас активированы переходим последние данные здесь у нас UTC формат преобразуется в читаемую дату с временем ниже у нас вычисляемый тип здесь у нас приходит единица то что у нас время настроено верно далее переходим администрирование очередь в данный момент здесь очереди не найдены изменим текущее время вперед заходим настройки даты времени здесь отключаем галочку установить автоматически нажимаем изменить выберем например на 7 минут вперед нажимаем изменить текущее время у нас изменилось переходим на последние данные здесь у нас уже показания 0 то что время у нас отличается здесь у нас вышло отличие времени на 6 минут 49 секунд здесь у нас сработал триггер то что у нас отличается время также выполнилось действие изменим время в минус то есть сделаем его отстающим нажимаем изменить время у нас изменилось ждем последние данные данные у нас изменились перейдем в администрирование очередь здесь у нас появился zabbix активный агент один элемент данных более десяти минут просмотрим детали вышло еще три элемента данных задерживаться на 11 минут так как у нас время расходится с временем zabbix как раз таки на 11 минут сервер ожидает что данные должны были прийти 11 минут назад но так как на удаленном узле у нас время отстает zabbix агент у нас скидывает данные по текущему времени и здесь у нас создается якобы очередь по факту все работает очередь у нас не убавляться не прибавляться и постоянно висит на одном и том же времени то есть здесь у нас уже три элемента данных по факту их здесь у нас 6 активированных но возможно какие-то не работают поэтому здесь у нас показывают только три например изменим время отличие на 5 минут данные элементы у нас должны будут перейти в данный столбец изменяем сейчас у нас время 15 минут для этого выставим 10 изменить данные у нас изменились переходим в очередь очередь у нас попала на одну минуту по идее должно было попасть на 5 но возможно здесь у нас получилось 4 минуты это все те же элементы данных время задерживаться на 4 минуты должно выйти на 5 минут немножко не хватило до 5 минут также если время у нас идет плюс здесь возможно появление знака минус если возникает очередь это как раз таки не всегда означает то что не проходят данные у нас копится очередь а может быть отличие во времени но в данном случае очередь всегда будет примерно на одном и том же отличие промежутки времени то есть если это просмотреть в деталях если же данных у нас не идет по каким-то другим причинам то время у нас будет возрастать либо если у нас данные пошли то из очереди данный элемент у нас пропадет также элементы данных например базы данных либо какие-то другие точные элементы данных которые нам необходимо получать различие в секундах нас будут срабатывать триггеры так как у нас получится различие во времени в некоторых случаях еще элемент данных делится на другой элемент данных и высчитываться разница соответственно это может привести к ложным срабатыванием триггеров и некорректным данным также у нас сработал второй триггер здесь у нас последнее значение на оба триггера у нас выполнилось действие при следующем запросе данных время уже синхронизировалось и данный триггер у нас пропадут для синхронизации времени если есть доступ в интернет можно применять стандартные сервера также настроить в реестре более частую проверку времени например раз в полчаса если время сильно расходится на некотором железе время ходит более стабильно и редко расходится на некотором железе время может расходиться за два дня на две минуты соответственно для такого железа проверку времени сделать желательно чаще чтобы она синхронизировалась можно поднять свой сервер для синхронизации времени внутри локальной сети и использовать свой ip адрес даже неправильно выразился не сервер а службу для синхронизации времени про данную службу для windows я еще писал в 2012 году это уже прошло 10 лет в принципе здесь оно ничем не отличается от десятки семерки наверное также и от 11 операционной системы то есть что здесь необходимо выполнить далее здесь указан еще пример то что у нас время синхронизироваться раз в неделю и при низкой синхронизации точность у нас не гарантируется то есть данные секунды мы меняем на более маленький интервал как выполнить незамедлительную синхронизацию также в виде батника данную службу для синхронизации можно поднять не только на windows но и понятное дело на linux системах внутри своей локальной сети также есть куча инструкций как это можно выполнить и уже со своего хоста внутреннего внутри локальной сети синхронизировать текущую дату и время итак триггеры у нас пропали очередь у нас также пришла к нулю последняя данная у нас здесь идет единица и опрос раз в минуту у нас дает плюс 59 секунд шаблон для linux систем здесь также у нас местное время хоста проверяться но аналогично триггер здесь настроен аналогичным образом также как и на windows действие для linux систем для синхронизации времени выполняется удаленная команда на текущем узле где сработал триггер и пользовательский скрипт далее у нас выполняется команда data плюс выбираться время то есть вот текущего времени здесь у нас еще не было текущей даты все по той же причине потому что у нас не было рабочего макроса с датой в данном случае можно добавить еще макрос даты и также прописан сервер для синхронизации времени здесь у нас получается две команды если одна не отработала то отработает другая вероятность правки времени на текущие с первого раза более вероятная также время можно проверять через snnp либо запросом обычной команды то есть не обязательно это может быть zabbix agent правка также любая внешняя команда которая может изменить текущее время при срабатывании триггера если у нас время отличается в принципе на этом наверное и все по проверке от текущего времени на узлах сети